привет всем ребят едем мы брянская область деревню богар до поселок городского поселок городского типа это димон со мной сегодня заводителя едем мы на пижоке до пижок с кенгурятником как полицейские вот ребят сейчас смотрите пробочка начинается уже ранее утро 7 утра часики если видно когда приедем не знаю но будем по пути снимать и показывать город пушкина торговые комплексы гипермаркеты лобус веруа автомойки дарвин здесь идет полномасштабная стройка расширение трассы город пушкина вот сам справа и страны едем в сторону москвы 1 мая ребята королев пролетаем вот v2 имитация памятник сделали пока ледим с правой стороны город мы тищи чудо подъезжаем к мкаду сейчас куда будем поворачивать направо что там нас навигатор говорит навигатор крыть с половиной часов ехать но в принципе в норме но я не знаю на самом деле на самом деле а сколько по навигатору я пытался его обмануть пораньше приехать не получалось мы его на планах пишет одно на самом деле получается а чё решетку поставил по документам она должна быть решетка сигаричники основной тем более там там они злые в регионах то могут оштрафовать это для чего это чтобы блины но это если ваш наш грузовой считается свезешь когда ну то есть потормознешь будет падать чтобы и как бы он основной скажет по слову скотовитерам можно так ребят повернули в нужную сторону нам намкаде смог дыма с левой стороны у нас москва с правой стороны у нас область московская все мчимся прямо ребят проезжаем митина митинский радиорынок справа чуть-чуть я прощелкал не успел вам показать быстро просто летим да очень быстро летим почти 70 километров в час вот там на горке поворот на митина дальше включится ребят вот подъезжаем крокус крокус экспо сити чё-то носить левой страны уже какая-то усики здесь есть концертный зал здесь происходят всякие разные шоу сити холм там дальше будет вот слушай а вон там леново здание там леново делают или что или этого не кризис я даже не знаю может просто рекламу я знаю мы в колоде будем самсунг проезжать там точно самсунг не делаем а ну это я знаю это сейчас как раз будем ехать надо не забыть тоже показать ребятам ладно давайте до включения ребята я это из этой серии машина тянут им по вашей ребята терем выставочный центр строительная компания завдос какой-то вот я пробочка что ли начинается так хорошо мы летели нет вроде бы только здесь или дальше такие веселые здесь красивые дома после крокуса вегас торговый центр очень громаднейший проезжаем там и твой дом и все остальное все больше интересно пока ничего нету сворачиваем на киевское шоссе здесь что-то чуть-чуть потолкаться нам видно придется пробочка началась а что это в левом ряду едешь побыстрее чуть-чуть дима скажи подписчикам ты в магазин за хлебом тоже без очереди ходишь вот тебе вот не стыдно стыдно но мы очень спешим далеко ездить а вот здесь просто люди просто так никуда не спешат выехали погулять вот посмотрите в его честные глаза я заранее дал информацию вот этому вот на каде и говорю мужик пропусти нас поблагодарил его по-братски ну бывает я же не наглею я не прям там нагло ездил потихонечку понимаю некрасиво иногда тоже уступай иногда не уступай иногда ну мы спешим ты же знаешь там ехать 8 часов показывать навигатор вот тоже дядька спешит ну не пропустили здесь чуть-чуть ребят так в итоге получается можно ходить даже в магазин без хлеба за хлебом без очереди и всем просто извините извините говорить нет ну бывает такой подходчик говорит поймите правильно я очень сильно спешу пропустить ну пропускай же это ну да да они один, два, три, четыре ну да да а здесь вот уже это уже я лошки обычно говорю когда подходят ну как бы вот так вот пропустите я говорю я конечно не против но как сзади скажут вы спросите если там не против в основном все против так что так ребят повернули мы на Киевское шоссе уже почти выехали ну и нам примерно здесь остается по километражу километров наверное 600 да да не меньше ну меньше всего было 550 ну на проехательской позиции а 550 было ну я уже это из расчета примерно сказал все летим включимся я думаю наверное во Внуково покажу вам аэропорт как мы мимо будем пролетать ребят Внуково вон самолетик садится летит поворот на Внуково ай че то мутно становится вот памятник ребят вот первая авария здесь какая-то была из-за этого у нас пробочка вот должны уже мы ее проехать и дальше вроде как бы зеленые постояли пробочки вот с правой стороны у нас аэропорт вот внуково там самолетики вон стоят если вам видно там море на газель ну да да газель он вот здесь будет с правой стороны въезд для правительства заезжать на зону аэропорта это считается правительственной авиалинией вот светофор они когда правительство едет выключают и поворачивают сам аэропорт где-то здесь должен быть въезд для них специальный то ли вот этот нет он здесь заблокированный нет я думаю это был да возможно или вот этот ладно мчимся дальше ребят обочинникам посвящается вот скорая сзади едет обочина забита она проехать не может спецтранспорт там сейчас кто-то умирает а из-за обочинников не могут спасти жизнь вот для чего ребят обочину нельзя занимать ребят вот девчонки там развлекаются блин в пробке вот как надо себя в пробке вести и танцует там ребят здесь вот обочинники едут а вот мерседес мужик не дает им проехать там дед какой-то сзади на машине ругается что его не пускают блин жалко не больше не хочет он ехать большая способность ребят настоялись пробки блин было решение принято свернуть на минское шоссе вот сейчас хоть куда-то вот повернули куда нас навигатор выведет пока мы сами толком и не знаем подозреваем только ребят минское шоссе вот сейчас будем на него выезжать тоже смотрю стоит будем сейчас пробочки толкаться дима мне озвучил что якобы как бы недолго здесь будем находиться на этом участке минского шоссе снимался фильм итальянцы в россии когда самолет приземлялся аварийную посадку делал на этом шоссе прям вот в этом месте ребят в итоге мы на проселочную дорогу поехали нас повело верните налево съехали мы с Минки вот какой-то город как он город называется Верея да город Верея вот какой-то автовокзал здесь что-то такое в Верея в Верея какой-то торговый комплекс Можайский райпо Можайский райпо о как это мы где-то получается где-то в районе Можая наверное да Можайский райпо что-то будет интересное включится а вот там храм какой-то слева маленький какой-то старинный с виду так ну мы с какой-то другой стороны так в Калужскую область ребят заезжаем с какой-то другой стороны здесь не я вот не Дима говорит ни разу не ездили ребят город Медынь Калужская область такой городок здесь небольшой Медынь вот назвали да? ну да Медынь мы похоже сейчас через Юхнув поедем я так понял зато едем ну да мы уже на выезде Медынь 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 справа по-стои ну и стоят стоят привычки наверное просто сбался так-то мы тут не работаем так надо стоять да ребят въезжаем в город Герой Юхнов вот так он со въезда выглядит там какие-то дядьки он что-то ремонтирует не позднее что это было дпс вверх такой город высокоэтажных зданий не имеет как я вижу визуально машин здесь много вот выезжаем с города Юхнов раньше автобусы где-то здесь остановку междугородную делали заезжали сюда зайцо гора начинается здесь ожесточенные бои шли с немцами на этой высоте очень много людей погибло сейчас выезжаем ребят повернули мы в сторону Кирова вот здесь переезд на Шайковку на аэродром там где-то вот за лесом слетно-посадочная полоса военный городок гордость нашей России авиация которая нас охраняет наше воздушное пространство едем дальше ребят написано было город Киров я с этой стороны ни разу не заезжал здесь вот какие-то не знаю рынок какой-то стройматериалов водоем какой-то завод по-моему это фаянсовский завод чугунно-литейный похож на него здесь знаменитые фаянсовские унитазы раковины делали в свое время и сейчас я так понял то что они делают и ванны речка нам можно было через весь Киров проехать я примерно соображаю где мы находимся сейчас наверно направо будет указано да точно нам можно было через Киров ехать ну ладно отсюда так отсюда вот город Киров Калужский там у них рынок километра полтора два наверное и с левой стороны будет вот сейчас удаляется от центра города так чистенько все красивенько здесь теплее это кстати тот завод был чугунно-литейный а вот где эти все раковины и все остальное в другом месте находится только что вот здесь делают честно говоря даже не помню как говорили светофоры так не искали ага это детские наверное светофоры ага 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 я картошку маленькую детское называю это детские светофоры ага 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 так ребята город Киров продолжается здесь я думаю ничего интересного нету надо выключаться ребят в Людиново приехали ну по крайней мере стела стоит куда дальше едем непонятно шестьдесят семь километров ага наконец мы сделали остановку вот захотелось ну и в туалет сходить вот и покушать надо вот остановились партизанская поляна пойдем на партизанской поляне покушаем что-нибудь ребят смотрите на партизанской поляне мурашки здесь живут сколько много муравийничек только-только начинают отстраивать его ребят перекусить решили да пиццы кусочек нам послал бог ну димка принципе по кусочку яички что здесь еще бутерброды бутерброды черный хлеб с чем там сыр и колбаса сыр колбаса по огурчику ну и хлеб здесь вот майонезик ну чай водичка такие вот дела сейчас покушаем и поедем дальше ребят вот покушали мусор кладем в пакет и при удобном месте случае выкинем в помойку так что мы все забираем с собой вот она поляна это партизанская вот так она выглядит видно она может быть уходит туда еще дорога но мы вот покушали вот здесь в таком месте вроде более-менее чисто деревце какое-то огородили так что едем дальше хотели уехать вот на деревце обнаружили мы прививки что за дерево непонятно оставляйте в комментариях что за прививки вот это не эта прививочка по-моему не прижилась а здесь вот уже почечки дала дальше по моему прививок я больше не вижу все едем дальше ребят брянская дорога смотрите люди ездят по обочинам вся раздолбана в дребезги но так как мы едем очень быстро нам почек сильно не чувствуется да мы спешим да ребят в брянск заезжаем в брянск заезжаем что-то я города пока толком не наблюдаю какой-то заводик здесь брянский какой-то заводик насколько отсюда вот здесь смоленский интересно не знаю первые дома более-менее высокоэтажные троллейку а да кстати троллейку все должны сходить а ты их видел или еще не видел не видел но я вижу тоже по проводам я думаю мало ли ты их как-то увидел по-другому хлебокомбинат здесь ребят какая-то фабрика брянская ребят куда-то на какой-то мост поднимаемся а здесь железная дорога смотрю справа еще какие-то заводы фабрики ай громская какой-то строительный рынок в принципе шестьдесят хули да здесь очень сильная скорость у нас получается это просто мост высокий мы всегда разогнались с горки ха-ха-ха ха-ха-ха ну дороги здесь конечно не акс да дороги не очень и гаишники на газелях на газонах пятьдесят третьих говорит в каком-то городе до сих пор говорит есть в каком-то городе не так двигает на автоцентр газ о здесь даже есть свои автоцентры ребят смотрите что-то такое цветет желтая думаешь облепиха и белые желтые весь город цветет не знаю с этой стороны не вижу там кстати он там тоже вам смотрю есть тоже что-то желтый расцвело красотища какая правда погода некрасивая не очень нравится натягивать выгонический район ребят вот гима сторону гомеля едем на гомелю сквей трассу вышли как называется не вижу навигаторе свернули моё с города брянска ребят там машины спереди какая-то как кавалерист как ты назвал уют уют было это уют была какая-то давай камеру подиже сделаю чтобы было проскочить такая уют была по правилам едет не по полю едет по правилам ребят вот мироторг проезжаем нет здесь короче бургеры бургеры делают но это мироторг просто что здесь тоже мир мироторг все же здесь бургеры и прямо такой завод бургеры делают и вот здесь у них конфетерия бургеры 600 500 400 вот такие цены а сам этот мироторг чего изготавливает мясо или да я один из этих вот грамморных да это грамморное мясо, говядина у них есть по-моему брянский бургер называется так понятно Почепский какой-то район Почепский 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 Ребят уже скоро Белоруссия так ходил будет ну там оно прямо на границе Украина, Белоруссия, Россия О, сразу возле трех стран будет да 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 поручен продукт будет слышишь Ребят попали в пробку вот сейчас стояли и пускают то нашу сторону то ихнюю сейчас вот подъезжаем жопу стрела фура вон забодала Рено Логан всю жопу всю снесло вот как-то так благо мы поехали дальше видишь Ребят вот миро-турговские поля все колючей проволокой ограждены говорят как бы под электричеством а вон буйволы вот буйволы элитные там вдалеке мраморные мраморные говорят ну хотя честно говоря они черные все видят может мясо мраморное мясо да сейчас дождик идет здесь начался сильный вот с двух сторон два поля с этой стороны никого нету ни одного животного пока не видно ну здесь вот сейчас лес ну они на пыль они будут как они здоровы они полтонны весь не бывает больше бывает меньше смотри вот буйволы я вижу я вижу к воротам подходит что-то ждут ну наверное ждут пока привезут корм наверное все да 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 много все поле усеяно а дальше еще вот мироторг продолжается здесь как-то для каких-то отдельных видов это что буйволы да 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 какие здоровые ты глянька это больше полтонны в нем если не более я не знаю сколько сколько в них килограмм то интересно обалдеть один лежит теперь второй пол обалдеть я таких вообще в первый раз вижу это слушай мне даже зоопарка не надо никакого ладно едем дальше ребят нагар начинается подъезжаем вот оно да дождик дождик 155 а я не успел смотреть а фокус смотрел чтобы настроил настроился дождик льет блин река протекает река сутость так я бы не сказал что она маленькая соседушка они купаются и рыбу ловят ребята в подаре при въезде нас в танк встречает тридцать тридцать четыре ну это грубо у них тут площадь это центр города вот клуб большой ну тут декабрь мы сейчас на объездную говорим потому что у нас здесь сразу может может прием смотри ямка ох какие здесь коровы ходят по центру города тёлки блин на дискотеку идут вот клуб а вот тёлки так едем дальше ребят в итоге сделали мы дела в Пагаре сейчас поедем покушаем сделаем обзорщик местной еды местного борща да Дима говорит захотел покушать с Москвы приехали в Пагар борща поесть и купим местного хлеба очень вкусно вот сейчас будем всё это дело и кушать и покупать и хлеб и борщ всё до включения ну ты знаешь у них как-то дружно вот я здесь был у них праздники там день картошки какой-то проходит там всё такое очень весело всякие вот здесь торжества у них то есть ну вот у нас такого я то ли я не замечаю то ли такого нет я не знаю как-то вот не так а здесь а здесь как-то всё вот более по-другому вот в принципе цель более по-деревенски да? ну зато как-то всё маленько дружно вот ещё пятёрочка смотреть ну да пятёрочка на пятёрочке там дальше там дальше табачная фабрика либо комбинат ну чё можем проехаться вернуться так а кафе по-моему сейчас дальше вот слева слушай а мы не поздно в кафе это время то 8 часов ну открыто фараон да фаворит вот он ну мы сейчас вернёмся немного назад ребят Дима сказал это один-единственный светофор в Пагаре больше нету однажды стоит примечательность дорожного движения и тоже детские в разумеете да? так начинается табачная фабрика Дима говорит а какие здесь табореты ой какие-то и сигары и очень большой ассортимент я честно скажу не дали буклет кубинские сигары не знаю но буклет там такой толстый ну наверное всё на Москву идёт куда ещё может по всей России это чисто такое вот это всё ещё табачка центр какой-то тоже табач да да вот ихний ворот как здесь все курить любят да? да нет а дальше что будет? а дальше будет сейчас какой-то там рыбно-консервный завод небольшой или мы уже проехали я уже давно тоже здесь был вот здесь наверное на рыбно-консервный завод похоже нет дальше 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 и хлебозавод просто проскочим затронёмся а дальше хлебозавод где-то здесь где? вот въезд туда а въезд вот он вот это вот вон написано ООО болгар хлебозавод или что-то что-то в этом роде ну всё поехали назад мы поедем сейчас покушаем сейчас только зайдем в банкомод лучше наличку смену и поедем сразу и поедем покушаем и в принципе что-то грузимся слушай а где ты говорил ты этот молочный завод вот он да они делают здесь молоко сухое молоко делают вот на этом заводе а нет авангард это швейная а швейная а я думал молочный молочный значит за ним за ним дальше это авангард это швейка говорит швейка Дим ну ка сделай умное лицо что там у нас очень у нас горячие закуски у нас горячие закуски блин он был Цезарь взять да и всё я слышу блин я с ним пластер я с ним пластер я с ним пластер я с ним пластер заказали два борща салат Цезарь чай чёрный с лимоном и чай зелёный с лимоном блин здесь не успел я свитер блин наизнанку надел на себя вот он у нас сегодня ну то мы так долго и ехали всё ребят вот заказали горщик у нас здесь с какими то не знаю что это такое да я тоже не знаю ну Димка пробует вот и не поймёт что это такое не смогу салат Цезарь мы заказали с креветками и с курицей как то так ребят Дим скажи по поводу супа как был борщик больше был изумительный ребят я ему борщик тоже очень вкусный рекомендовать не буду все равно далеко с Москвы ехать сюда за борщом конечно так мы можем не каждый как по поводу салатика видишь Диме нравится хороший борщ Диме Дарнист ребят в итоге вышли мы с ресторана забыл чай показать какой вкусный был ну чай чай какой вкусный забыл показать забыл показать вот уже темно на улице вот смотрите едем сейчас заехать пытаемся не знаю магазин надо очень вкусный хлеб купить и можно стартовать домой Москва в Сидеи ребят по моему мы сегодня хлеб не купим что будем делать все домой едем да нет сейчас еще едем ищем хлеб просто в пятерке там все стандартно и все как мы в Москве нам этого не надо ребят в итоге мы не нашли хлеба везде закончился а где есть там полчаса пересменка уже темно мы решение приняли ехать домой вот как то так все мы в итоге домой едем да стартуем домой да все стартуем домой мы если что то будет интересное я уж включусь покажу 597 километров 600 короче мы сюда в ебали нам округа летали так это выходит 550 ребят вот клуб добро пожаловать там где тёлки были да 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 они сюда все вот сюда тёлки ушли в этот клуб ребят шли ночной подарок надо было сразу приехать хлеба купить иначе видишь уже все ну что давай подождем до утра чего уж там ребят дороги конечно тоже здесь не ахти ужасные ой ой полицейские зачем их положили только асфальт испортили если так его нету не разгонишься на всякий случай ребят на заправку решили заехать 10 литров бензина нам почему-то до москвы обратно не хватит дима не может прокомментировать 010 дороже чем у нас что кстати там дешевле было не захотели за 38 заправляться давай здесь за 4210 может быть здесь бензин очень качественный да 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 я тоже так подумал чересчур в принципе есть ничего такого нету заправка она и в африке заправка ребят на старой киевку вот выезжаем еще не в сторону дома да нет еще еще не киевка но это вы из брянска да вот из брянска выезжаем мы а где памятники ты говоришь сейчас вот за знаками здесь обещали памятник две полуторки бывает мимо них люди ездят сигналят ну посигналим а да где они я не вижу что-то здесь везде такси надо вот они полуторки а вижу вижу так пока не видно в этом ничего не видно едем дальше ребята подъезжаем мы турникету платной дороге едем по транспортеру сейчас посмотрим как работа как работа первый раз кстати еду то всегда платил я вот трасса транспортер да тут главное скорость как бы не помешает сейчас он должен автоматически открыться вот пошло дело два раза пикнул открыл и закрыл что ли я не знаю почему два раза а может два раза поблазняем да скорее всего второй раз второй раз поблазняем заехать без разницы но оно все равно считывает и открывается вообще как бы это можно вообще бампером ударить но он открывается что будем делать бампером бить да не у нас все есть вот транспортер вот транспортер еще один пост что это он не открывает о блин какой то тормоз блин ну видишь было написано не обнаружено а ты видел там слагбаум был уже это замятый кто то его сделал мягкий ты его бьешь он складывается раскрывается а не так сделал то есть ну мужчина ребят три часа ночи вот москва ночная приехали в москву едем через центр не знаю где может вернем раньше может позже посмотрим как нас Димон повезет движуха есть пробок нет это уже радует значит мы домой скоро приедем это рио рио люблю любовь рио светится огнями 454 километра вот ребят скоро кремлю подъезжать после он и какой он 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 и он он давно не видел что-то красиво блин даже гордость это за страну появилась но кремль да я нашу справа, там уже не кремль нам туда бабки платили, там ничего нас сюда возило, мы здесь бастовали а в Тулу не ездил? не, а что там в Тулу было? а мы тоже ездили в Тулу на выборы независимые, как-то, наблюдатели были, вот ну у нас же, получается, там вроде как этот главный был депутат или помощник депутата вот мы, наверное, все, ничего ли, блядь все, на среднемку поворачиваем и едем домой ребят, ну в принципе нам еще осталось минут 30 до дома я считаю то, что наша поездка покушать борща закончилась время сейчас 3.20 ну где-то около 4 мы ляжем спать и надеюсь на это так что, ребят, такие дела, давай попрощаемся, Димон, всем пока всем пока вот, ребят, кому понравилось, оцените, пожалуйста, нашу поездку кому нет, тоже оцените подписывайтесь на канал, все, удачи, всем пока пока